Шок! Беженцы жалуются на пытки в Латвии, Центральной Республике Прибалтики. Такая сегодня тема номер 204 в рамках постоянной новостной рубрики «Мартовские иды» на канале МартЛайф. Об этом сообщает крупнейший в Прибалтике новостной сайт Delphi. Понятное дело местным журналистам на такую тему не замахнуться. Ведь в Латвии всегда все прекрасно. Однако тут смолчать было нельзя, потому что о пытках и жестоком обращении с беженцами в Латвии сообщает Евроньюз. В общем, в случае чего Delphi всегда может сказать «Это же не наша информация, это Евроньюз». А Евроньюз сообщает о страшных вещах. Оказывается, латвийские пограничники применяют избиения, удары током, сигаретные ожоги и многое-многое другое. Вот эта статья на портале Delphi. Новости, пытки и жестокое обращение в Латвии. Пострадавшие беженцы дошли до суда, то есть до Европейского суда по правам человека. Статья очень большая. Приводятся невероятные подробности от очевидцев. Действительно шокирующая информация. Советуем почитать на Delphi. А то, кто знает, может быть кто-то нам и не поверит. Дошло до того, что 20-летний беженец пытался покончить жизнь самоубийством в Латвии. Он выпил шампунь в туалетной кабинке. Речь идет о латвийском центре содержания беженцев. Целый ряд соискателей убежиства в Латвии подали в суд против властей этой центральной республики Прибалтики. Как уверяет 20-летний беженец Сидья Сампаре, латвийские пограничники не только его жестоко избивали, они также подвергали его словесным оскорблениям и практически не давали никакой еды в течение длительного времени. Как выяснилось, Сидья Сампаре провел аж 8 месяцев в закрытом следственном изоляторе у латвийских пограничников. Когда его нашли на полу в туалетной кабинке после попытки самоубийства, то администрация Латвийского центра содержания беженцев доставила его в больницу. «Я не болен, со мной все в порядке, просто я хочу быть свободен», – заявил беженец. Он был освобожден из-под стражи в апреле с помощью неправительственной организации «Врачи без границ». Беженец обратился в Европейский суд по правам человека. Недавно его дело было официально зарегистрировано. Как отмечает Евроньюз, дело с Сидьей Сампаре вовсе не единственное, касающееся жестокого обращения со стороны латвийских пограничников. Заявления против Латвии о пытках и жестоком обращении продолжают поступать в Европейский суд по правам человека еще с конца прошлого года. Все большее количество беженцев и мигрантов утверждает, что пережили от рук латвийских сил безопасности различные травмы. А что говорят в самой Центральной Республике Прибалтики? Как отмечает Евроньюз, все латвийские институты, включая омбудсмена, отрицают, что в Латвии сделали что-либо незаконное с этими людьми. По утверждению Сампаре, он не только подвергался жестокому обращению со стороны латвийских властей и пограничников в частности, но и содержался в лесах приграничной зоны на территории Латвии. Напомним, что территория Латвии – это территория Европейского Союза. Выходит, что Центральная Республика Прибалтики подставляет весь Евросоюз. Получается, в нем и пытают людей и жестоко с ними обращаются. А как же власти Латвии реагируют на случившееся? Президент Эдгар Сринкевич вовсе не потребовал разобраться в случившемся. Он не прибыл в Центр по содержанию беженцев, чтобы с ними пообщаться. Нет, он заявил о том, что наказание для лиц, занимающихся организацией нелегальной миграции, слишком мягкое. Кроме того, президент Латвии отправился лично на восточную границу. Он решил удостовериться, насколько она прочна. Как отметил Ринкевич, самое главное на сегодняшний день – это укрепление границы. Цитируем дословно, непростительно затягивание строительства восточной границы страны. Поэтому я ожидаю активных действий от всех ответственных структур. На фотографии Эдгар Сринкевич осматривает забор с колючей проволокой. Никаких вопросов по поводу пыток или жестокого обращения со стороны пограничников не прозвучало. В общем, если заколотить границу наглухо, то никакие беженцы в Латвию не проникнут. А значит, не будет жалоб в тот же Европейский суд по правам человека. На этой фотографии Эдгар Сринкевич в машине, его провозят вдоль границы. Как пишут комментаторы, он явно создает себе образ настоящего мужественного политика. Видимо, слишком надоели ему разговоры о его нетрадиционной сексуальной ориентации, пишут комментаторы. Между тем, выявлено уже порядка ста человек, которые подверглись тем или иным издевательствам со стороны латвийских пограничников. И речь идет только об издевательствах в приграничной зоне в лесу. Еще в прошлом году все показания беженцев были задокументированы Amnesty International, которая тоже возмущалась по поводу ситуации на латвийской границе. В свою очередь, Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения и наказания заявил, что получил целый ряд заявлений со стороны беженцев о жестоком обращении. Эти люди были задержаны уже после того, как въехали в Латвию. Они сообщили тоже об извиениях и ударах электрическим током, в том числе по различным частям тела, включая гениталии. Впрочем, как отмечает новостной портал Дельфи, Польша, Литва также обвиняются в жестоком обращении с мигрантами и беженцами. Хотя, как отмечают правозащитники, Латвия гораздо более жестокая. Один из беженцев и вовсе заявил, что латвийские охранники не только били его током, но и тушили сигареты об его раны. Все эти показания задокументированы и отправлены в Европейский суд по правам человека. Однако, честно говоря, верится с большим трудом, что будут приняты какие-то серьезные меры. Ведь это Европейский суд по правам человека. А пытки и жестокое обращение фиксируются на территории Европейского Союза. Кто же захочет сам себя высечь? А если начнешь ругать Латвию, она возьмет и выйдет. Такие комментарии мы прочитали под новостью о пытках и жестоком обращении в Центральной Республике Прибалтики. А в Риге любят говорить о том, что беженцев специально подсылают. В любом случае, разве беженцы это не люди? Зачем же их электрошоком и сигаретами? Зачем же их пытать? Ведь есть какие-то цивилизованные нормы. Но, видимо, к беженцам они не относятся. Это все, опять же, комментарии, которые мы прочитали в интернете. Тема, которую поднял портал Дельфи, действительно печальная. Итак, вы смотрели очередной 204 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды». Как всегда, напоминаем, что вы находитесь на канале Март Лайф. У нас масса интересных видео на самые разные темы. Смотрите их, отсылайте друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Кроме того, задавайте вопросы. Мы обязательно на них ответим. До следующих встреч, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова